Как бы вы сыграли этот ритм? Он намного хитрее, чем может показаться. Претенциозные шреддеры могут сыграть миллион нот в секунду, пафосно и абсолютно не в попад. Но я вам гарантирую, что никто из них не сможет правильно попасть в этот ритм. А что в этом сложного? Это лишь четвертные триоли. Вот и весь ритм. Разве? Типа, ну да, посмотри, четвертные триоли, ну просто как бы смещены немного и все. Хорошо, тогда у меня к тебе вопрос. Где располагается вторая триоль по отношению ко второму удару? Другими словами, если бы ты захотел начать играть со второй триоли, то когда именно тебе вступать? Типа... Хм... Это довольно хитро. На форуме ударников в теме про этот ритм пришли к заключению, что это одна из тех вещей, о которых нельзя думать слишком много. Не очень полезно. Причем нельзя сказать, что этот ритм не появляется в реальном мире. Например, он есть в этой сальсе, написанной Айзиком Дель Гадо, и к тому же он попадает между тактами, что делает его еще сложнее. Этот ритм и эта запись всплыли в ходе дискуссий в группе Music Engraving Tips в Facebook. В ней много горячих дискуссий того, как записывать ритм и как его играть, включая и такой комментарий, в котором говорится, после перебора нескольких решений я пришел к заключению, что триоль практически невозможно сыграть в медленном темпе. Что ж, это звучит как вызов. Большинство ритмов мы можем начать играть с любой нотой, потому что мы знаем их отношение к основному пульсу. К примеру, в этом ритме эта нота попадает на И первого удара. Мы не можем так сделать со смещенными четвертными триолями, поэтому, чтобы разобраться с ними, нам нужно будет узнать немного о подготовке музыки, то есть о том, как она записывается. На самом деле, существует много психологических тонкостей в том, как музыка записывается на бумаге. Сравните два варианта записи одного и того же фрагмента. Если их сыграть, оба они звучат одинаково. Однако второй пример гораздо более запутанный для исполнителя. С первого взгляда нельзя определенно указать на восьмую ноту, например, на эту, и сказать, как она относится к основному ритму. В первом примере можно заметить отношение к сильной доле. Эта шестнадцатая играет роль указателя, показывающего, где находится сильная доля. Она ссылается на пульс. Хотя вы ее не играете, так как она залегованная. Вы ее чувствуете. У глаза есть ориентир для этого. Но у нас нет подобного ориентира в случае со смещенными четвертными триолями. Мы не можем увидеть отношение ритма к пульсации, поэтому не можем и почувствовать, как он относится к пульсу. Так, погоди-ка. В случае с обычными четвертными триолями все равно нельзя увидеть, где располагается удар. Не совпадает с пульсом. Но мы же не считаем этот ритм сложным, поэтому... Че за дела? Ну, это действительно так. Так давайте разобьем четвертные триоли, чтобы увидеть, как они соотносятся с пульсом. По определению, три четвертные триоли занимают столько же времени, сколько две обычные четвертные ноты. Так же, как можно разбить четвертную на две восьмые ноты, можно разбить четвертную триоли на две триоли на восьмые. Учитывая это, триоли из четвертных нот можно записать так. Группой двух триолей из восьмых нот, где каждая вторая нота залегованная. Теперь у нас есть визуальный ориентир для сильной доли. Вот здесь. Окей, мы просто разобьем четвертные триоли на группу из двух восьмых триолей. И просто сдвинем. Да? Сработает? Ну, к сожалению, нет. Потому что сгруппированные триоли из восьмых нот тоже не попадают на второй удар. Например, вот эта нота попадает на слабую долю второго удара, и мы еще не можем точно визуализировать, где расположен пульс. Однако, мы уже очень близко. Точно таким же образом, как мы представили триоли из четвертных нот в виде двух триолей из восьмых нот, мы можем представить триоли из восьмых нот в виде двух триолей из шестнадцатых. Если мы так сделаем, мы сможем разбить это еще раз. Теперь каждая четвертная триоли разбита на четыре шестнадцатых триоли. И теперь мы можем увидеть, где располагается второй удар. Вот здесь. Если мы запишем некоторые связанные шестнадцатые восьмыми, финальный ритм будет выглядеть так. Выглядит довольно запутанно, но теперь у нас есть возможность его отрабатывать. Теперь отсюда мы можем получить более простую версию музыкальной записи, не меняя самой музыки. Это будет очень полезно, если мы будем ее отрабатывать. Сперва мы удвоим длительность каждой ноты. Сделав это, мы получим ту же самую музыку, только в два раза медленнее. И мы компенсируем это, удвоив темп. Мы можем еще больше упростить это, увеличив длительность всех нот в три раза. Это превратит все восьмые триоли в обычные четвертные ноты. А четвертную паузу превратит в три четвертных паузы. Чтобы компенсировать увеличенную длительность нот, утроем темп. И потом, когда мы отбросим все лишнее, финальный продукт будет выглядеть как-то вот так. Итак, это три абсолютно одинаковых ритма, но выглядят они совершенно по-разному. Мы записали или подготовили музыку тремя разными способами для разных целей. Первый способ доносит идею музыки, смещенные четвертные триоли. Второй способ помогает исполнителю, показывая, где проходит пульс. Третий способ упрощает все, чтобы проще было практиковаться. Вау. Как-то слишком много труда для того, чтобы выучить, как играть ритм, который мне не пригодится. Но, как минимум, я его понял. Это круто. И, честно говоря, это самая важная вещь — понять концепцию. Многие люди не задумываются о таких вещах по разным причинам. Практика имитации сложной музыки, типа упрощения ее, широко распространена, особенно среди классических оркестровых музыкантов. В июне 2006-го The Strat опубликовал известное теперь разоблачение на тему имитации сложных пассажей в профессиональных оркестрах. А также, вроде ради шутки, опубликовал список советов, помогающих имитировать. Цельтесь на первую ноту каждой группы — триоли, восьмые и так далее. Удивительно, как неудобные ноты в середине находят себя, если дать им шанс. Оу, тут я тебя приторможу. Хорош гнать на классических музыкантов. Ты ж помнишь, чем это закончилось в последний раз? Окей, окей. Да, тут ты абсолютно прав. Мог бы уж лучше сыграть ритм, о котором столько говорил, чтобы доказать, что ты это не просто придумал. Как на самом деле звучит этот ритм? Ну, вот этот ритм. Самая важная часть здесь — это процесс, разбор ритма, разбиение его на составные части и понимание относительно лежащего под ним пульса. Даже очень сложный ритм, такой как смещенные четвертные триоли, может быть понят и сыгран, даже в медленных темпах. Эй, спасибо всем за просмотр. Меня зовут Адам Нилли, а адаптировал и озвучил для вас Дмитрий Павлушин. Спасибо пользователю КТС-гитары за субтитры к оригинальному видео. Подписывайтесь, видео выходит каждую неделю. До новых встреч, and until next time... БЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!